проверяем связь меня слышно сейчас есть звук слышно отлично так я сейчас загружаю презентацию отлично я очень рада вот моя тема сегодня это 5 советов как находить и воспитывать лидеров я бы хотела срезюмировать сказать что же на самом деле делает нас успешными потому что информации много поток информации очень большой и как же правильно распределить свое время понять где в данный момент времени нам нужно улучшить усилить какую сторону потому что мы сейчас с вами посмотрели послушали ну вот просто потрясающую информацию спикеров и что будет впереди да чтобы не было у нас блендера да на самом деле чтобы каждый понял что на данный что сегодня нужно делать что ему завтра нужно делать какой фокус сделать на следующий каталог и у всех это будет по-разному каждый найдет какой-то свой жетон самый главный вот и а на самом деле если все резюмировать то а всего будет пять направлений до 5 целей первая это страстная цель обучение планирования работы массовый рекрутинг систем работает ключевая команда и делегирование то есть а всего от 5 и давайте разберем каждые подробнее а прежде всего это страстная цель конечно же мы сами учимся мечтать и учим мечтать нашу команду нашего новичка поэтому а в ближайшее время в зависимости да ирина басюк не представилась простите мы стараемся да что мы прорабатываем у нас есть различные тренинги как правильно мечтать как составлять коллажи мечты наталья классина нам рассказывала как важно составлять коллаж мечты и для себя и для своей учить свою команду постарайтесь чтобы у вас было не менее 100 мечт в письменном виде во всех сферах жизни разные направленности и здоровье то есть я не буду эту тему рассказывать подробнее наверняка вы знаете и слышали и есть это нас в клубе дальше самое главное это прежде всего это степень страсти вашего главного желания которое может осуществить арифлейм и это не обязательно должно быть в денежном выражении может это может вас же это родители вывести в какую-то страну да и либо достичь чего-то самостоятельно доказать мужу доказать коллегам я не знаю что это у вас будет просто может быть какая-то топ звание какое-то получить либо ребенку осуществить ребенку мечту отвезти в диснейленд я не знаю что это будет но это желание должно быть мечт у вас будет много но если у вас нету одного главного желания которое вы можете просыпаться и засыпать с мыслью я хочу этого ну как еще сделать и а степень страсти желания нужно всегда понимать и она будет разной степени ну да хочу в диснейленда но какое то то есть либо топ звание слайды есть окей смотрите степень страсти я всегда сравниваю с тем как если вы очень сильно хотите в туалет если вы так немножечко хотите в туалет то вы можете например вы вышли на прогулку можете найти в магазинчик другой увидеть увидеть подругу свою и все это время будет ну да конечно же все это есть да хочу но когда у вас очень сильно вы хотите вы начинаете смотреть так быстрее бежать до магазина до дома еще а когда уже совсем не в ночь сгодится даже самый самый большой куст да уже креатив и чем больше вы хотите тем больше у вас включается креатив почему у нас закрытие каталога происходит последний день в последние дни решается будет ли новое звание почему в последние вы приняли решение я хочу все начинаете тут же где мобильный телефон откуда достать баллы а еще подруга а еще а еще давайте еще кому-нибудь какие ряды да ладно я себе волосом закажу мне волос нет а у меня еще пилочки можно а кому еще позвонить и вот у вас начинается в последний день то степень страсти вашего желания поднялось и тут же вы решили проблему а что до этого вы делали то а что до этого почему то есть если у вас нету этого главного желания вот этого максимального пика найдите как это сделать попейте водички попить водички классика еще что-нибудь да что вы что делать так что вы потом захотите это сделать я не знаю у всех разное разное да вот как только вы понимаете что мне это надо и ищите этот куст все дальше переходим к следующему пункту если вот этот пункт у нас не на не прокачан до десятки всегда думайте до десятки тогда будет все замечательно смотрим следующее это обучение на обучение и планирование смотрите если вы хотите действительно хороший бизнес да и чтобы вашей команды был нужно понимать что представьте 40 часовую рабочую неделю да старайтесь чтобы у вас было примерно такой же график у кого-то больше у кого-то меньше в зависимости а занятости у меня в среднем идет мой график да и многие лидеры так работают наши команды полдевятого я прихожу домой когда я отвела а дочку в садик и заканчиваю в шесть часов здесь тоже важно знать чтобы а ваша команда знала в какие дни где вы да и плюс конечно же вы просто на связи по срочным вопросам но моя команда знает что после шести вечера меня нету в сети по московскому времени это до трех дня в среднем у меня выходит девять часов дней у меня есть два выходных дня суббота воскресенье когда я провожу больше времени с семьей и решая какие-то вопросы субботу это я работаю примерно до двух часов дня и воскресенье я захожу на пару часов либо просто в режиме инкогнито отвечая на какие-то срочные вопросы то есть очень важно да чтобы у вас были все-таки выходные дни чтобы команда знала что в какие дни у вас выходные потому что этот выходной вы собираете силы да и опять в бой раньше я работал меня практически не было выходных и конечно же это очень сложно поэтому а скажите пожалуйста посчитайте сейчас свою рабочую неделю сколько в среднем часов неделю вы работаете а сколько в месяц посчитайте пожалуйста сейчас напишите чтобы мы сейчас посмотрели кто как работает только как реально и ничего страшного сейчас вчера у вас было так или на этой неделе вы так работали а сколько вы будете на следующий это будет уже конечно же наоборот плюс прошу пожалуйста посчитайте То есть сколько часов в день вы работаете, умножить на количество дней в неделю, да, и умножить на 4-2 недели в месяц. Прошу, пожалуйста, посчитайте. Следующий момент. Вот 42 часа среди. Вот. Большое спасибо, Людмила, что вы первая откликнулись. И я еще раз хотела сказать, что сейчас мы с вами будем больше общаться. Я хочу знать, как происходит у вас на данный момент. И хочется посмотреть среднюю статистику филиала, да. Вот. Много всегда. Я очень много работаю. Сколько? Посчитайте, пожалуйста, сколько часов вы работаете. Потому что у каждого много 16, да, вот смотрите, а кто-то, вот смотрите, 42. У каждого своя новая. Вот, Галина, 60 часов. Это действительно очень много. То есть это как минимум 10 часов, да. Дальше. Вот это вот пункт следующий. Баланс между обучением и реальным действием. Я всегда призываю, что, ребята, только 20% обучения. Что такое обучение? Первое. Это от компании Арифлейм посещать все мероприятия, вебинары, семинары, которые есть. Это главное в приоритете. И обучение вашей команды. Это главное. Да, конечно же, вы можете там смотреть, лазить. Вы можете, понимаете как? Вот фокус – это то, что дает компания. Это, ну, и команда. Это самое главное обучение. Вот. И 80% здесь должно именно быть действие. Что-то чуть-чуть узнали? Делайте, 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 делайте действие, а не будьте умным. Потому что, когда я часто спрашиваю статистику, очень многие говорят 50 на 50. 50% обучаются, 50% делают. Или 80% обучаются и чуть-чуть там делают. Зачем? Зачем вы будете умными, но бедными? Что нам можно обучаться? В принципе, мы все знаем. Что? Первое. Нужно рекрутировать ежедневно. Для этого минимум 10 контактов. Что можно делать? Раздавать каталоги. Тогда будет товарооборот правильно. И третье. Общаться со своей командой и поддерживать. Все. Вы это знаете. А все остальное – это так. Потихонечку ваше общее развитие. И чем больше вы делаете действий реальных, тем больше вы получаете результат. Понимаете? Вот. Дальше. Важно планирование. Конечно, для того, чтобы сделать свою работу эффективнее, нужно подумать, что вам нужно сделать в приоритете. Ведь есть такой закон Паретта. Да? Всего 20% действий дают нам 80% результата. Нужно подумать, какие действия эффективны. Нужно подумать. Поэтому, да, у нас у всех есть график активности. Ой, расписание вебинаров, да, у команды. Но самое главное – это составить график активности и продумать его. Опять же, такие глобальные вопросы. И я хочу сказать, если вы посидите и подумаете, как найти вот те 20% действий, которые приносят 80% результата, и его раскидаете на сетку каталога, каждый каталог, он повторяется, повторяется, повторяется. Что сюда может войти в график активности? Вот у меня, например, понедельник-вторник я очень много времени уделяю подготовке итоги каталога. Собираю все данные, рейтинги, оформляю слайды, потом, ну, все это делается. То есть у меня занимает два дня. Отдельно у меня на второй неделе каталога я снимаю видео. Я снимаю видео где-то 2-3 дня у меня, чтобы подготовить, чтобы сделать видео, чтобы его обработать, чтобы оно было маленькое, но оно было полезным. Опять же-таки, почему я это делаю? Потому что это влияет на продажу. То есть это будет заказ не 20 баллов, а 40 или 50. То есть мне важно, мне важно поднять средний балл. То есть нужно подумать, что то действие, какое действие вы сделаете 20%, да, чтобы влиять на 80% прироста. Поэтому, в принципе, все дни недели очень понятно, да, понятно, где какой вебинар, к какому вебинару вы готовите, к какому команду. То есть вот он ваш график. Вы сразу видите, что вы делаете на каталог. Когда вы делаете планерку со своими лидерами, со своими менеджерами, с командой. Если у вас этого не будет, будет просто хаос. Дальше. Ежедневное планирование, да. Ну, вы посмотрите, во-первых, посмотрели в свой график, да, вы уже понимаете резерв времени, когда вы включаете свой чат или когда вы прозваниваете свою команду. И последний пункт – это отчет лидера и команде. Раньше у нас этот отчет был как один из основной. Пока мы все не поняли, что нам нужно делать для того, чтобы быть успешными. Этому лидеру у меня научила Наталья Гришаева отчет, когда она взяла меня на плотное сопровождение. Это было, наверное, пару лет назад. Я каждый день писала, что я сделала сегодня. То есть, например, там, два часа работы со страницами, там, час, планерка, скайп-планерка с лидерами, с какими. Там, здесь подготовка к вебинару. То есть, сегодня, ну, я так, перечислила по пунктам, всего восемь часов, итого восемь часов, там, итого девять часов, итого четырнадцать часов. Каждый день, да. И потом я поняла, что, вот какие эти двадцать процентов действий, которые приносят восемь процентов результата. Дальше я просто перестала делать этот отчет, потому что я знала, что мне нужно сделать каждый день. И вся моя команда, все мои директора, все мои лидеры точно так же делали. И очень интересно, когда вы сами скидываете отчет, даже вы можете говорить, ребята, даже можете не заставлять вашу команду, когда вы показываете пример, что вы каждый день делаете, ваша команда смотрит и делает то же самое. Например, в этом отчете вы поставили, поставила себе статус точно такой-то, и рассылочка, да, например, поставила видео в статус, все. Вы посмотрели, команда посмотрела, сдуплицировала, вас поставила такой же статус. Да, то есть, вот оно, что вы сделали, ваша команда вас повторит. То есть ваша команда видит, как правильно распределять свое время. Хорошо, пойдем на следующий пункт. Дальше инструменты для обучения. Здесь, мне кажется, вы уже все это знаете, слышали, и практически все лидеры это применяют. Скайп, здесь идет чат и планерки, обзвон, разные уровни, командные, филиальные. Дальше вебинарная комната, мы уже находимся все с вами, и вы тоже проводите вебинары, скорее всего, сервисы рассылок. У нас есть письма платные и бесплатные от компании Арифлейм, есть смс-сервисы различные. Дальше социальные сети. У меня раньше было много страничек, сейчас у меня в каждой социальной сети только по одной странице, но они брендовые. То есть я уделяю много внимания именно этой странице, и я не делаю вообще никакого спама. Я никому не пишу, я никому не пристаю. Я просто делаю бренд страницы, и люди сами добавляются. То есть тем самым я себе освободила время, и чем больше у вас брендированная страница, не надо много... То есть я не люблю спам, например. Мне бесит, когда люди пишут, пишут, даже зайдут и не посмотрят, кому они пишут. Вот, поэтому там просто вот я уделяю этому брендингу и учу свою команду больше времени. Дальше. У нас есть командный сайт, и YouTube-канал имеет сейчас на данный момент очень большое значение. Почему? Потому что один раз созданное качественное видео, потом люди будут смотреть годами. В среднем у меня видео, то есть я уже, наверное, два года работаю с YouTube-каналом. Я выбрала себе направление, это продуктовая линейка, продукция компании, потому что я без ума люблю продукцию компании Reflame. И сейчас в среднем полторы-две тысячи человек смотрят каждый день мои видеоролики. То есть это общая статистика. И я считаю, что каждый из нас может найти свое направление в YouTube-канале, да, и каждый что-то делать. Вот, например, команда Родионовых, они молодцы, они больше выбрали, например, техническую часть, да, как что, как делать, ну, как там скабель, еще что-то. Я посмотрю, ну, как заходила периодически, смотрю, у них больше молодцы, да. И, соответственно, у них они привлекают свою аудиторию. Кто-то Wellness, например, может направление взять. У нас Екатерина Недорезова, она, вот, у нее, например, есть офис, она снимает видео. Просто какой заказ пришел, да, какую продукцию люди каждый каталог заказывают, да, то есть сколько там гелей для душа, сколько коробок. То есть можно посмотреть интересно. То есть выберите свою точечку, да, что вы можете, чем вы будете полезным или уникальным. Дальше. Массовый рекрутинг. Вот, действительно, здесь должен быть третье направление – это массовый рекрутинг. Когда каждый день вы рекрутируете, каждый день. И в зависимости от вашего процентного уровня вы больше или меньше уделяете рекрутированию. Почему? Если, смотрите, есть такой, опять же-таки, оттолкнемся от закона Паретта. 80% ваших действий ежедневно должно было уделено вашей ключевой команде. Если вашей ключевой команды нет, то 80% действий должно быть направлено на рекрутинг, чтобы найти эту команду. Если мы посмотрим онлайн-рекрутинг, то здесь, вы знаете, статистика такая, что в реальной жизни найти проще человека, чем в интернете. Особенно, когда сейчас все завалилось этим спамом. Когда каждый третий предлагает и предлагает, и предлагает, и предлагает. И мне, честно говоря, неприятно, что работает рекрутинг некачественно. Знаете, вот такое, что постоянно вот этот спам, это знаете, как вот мужчина, вот приходит каждый подряд, мужчина будет проходить и предлагать вам переспать. Женщине. Без ухаживания. Представляете, какое будет отвращение к мужскому полу. Может быть, все-таки какое-то ухаживание. Может быть, просто познакомиться хотя бы с человеком. Просто пообщаться, да, на любую тему. То есть, вам, например, нравится вышивать. Вы познакомились с человеком, кто вышивает, да. Обсудили картинки, там что-то, еще какие-то моменты. А потом, ну что, а чем занимаешься? Да вот я вот, у меня маленький ребенок. О, у меня тоже маленький ребенок. А ты чем занимаешься? Спросить сначала человека. Да я вот этим, этим, этим. Сразу у человека возникнет, он вас просто, а вы чем занимаетесь? Ой, да вы знаете, я, наверное, ты же, наверное, видел вот этот вот спам везде. Тебе, наверное, приходили письма, там, карьера онлайн, там, бизнес и так далее. Так вот я тоже этим занимаюсь. Ну, ты знаешь, я бы раньше тоже не верила, все думала, что это фигня, не работает. А ты знаешь, вот сидя дома с маленьким ребенком, я получаю 20-30 тысяч, даже больше, чем мой муж. Хочешь расскажу, как это работает? То есть, вы не пристаете к человеку. Вы делаете так, сначала заинтересовали чем-то, какой-то, да, контакт, а потом, то есть, я призываю вас, не спамьте, будьте профессионалами. Не надо создавать миллион страниц, не надо этих роботов. Ну, честно говоря, ну, бесит. Раньше была там история, бабушка с сумкой клетчатой бегала, то есть, никто ее не видел, но все это, бабки это и знают, да, что она там грязная, немытая, неухоженная. Все знают об этой бабке, как у нас в чатах промелькнула, да, история. То же самое, вот это вот спам пошел. Какую культуру вы вносите, да? Может, все-таки нужно как-то поухаживать за человеком, а не предлагать сразу там куда-то перейти с ним, да? Вот. И смотрите, главное, вот давайте еще раз вернемся на онлайн-рекрутинг. Сколько часов вы уделяете? Если вы на уровне 15%, то 3 часа в день. Если у вас директорская группа и отрыв 3000 бонус-бантов, значит, вы на этом уровне, 15%. У вас есть самостоятельная группа, значит, вы минимум 3 часа в день рекрутируете, например, 6 регистраций, ну, заказами в каталог. То есть смотрите ваш уровень. Если вы директор 22%, то минимум 1 час у вас идет, ну, новая, да, вот вы только что закрылись, ваша группа, ура, ура, да, но нужно дальше идти. Поэтому 1 час вы в день рекрутируете для того, чтобы найти новых бизнес-партнеров, построить новую группу. Вот. А остальное времени, там, например, 8-часовой рабочий день, 1 час порекрутировали, а 7 часов это уже на действия, на сопровождение группы, на вебинары, на какое-то личное обучение. Дальше. Пробила ключевого консультанта. Вы тоже все это знаете. Но один момент. Если вы на уровне 15%, но у вас нет 3 ключевых консультантов, значит, виноваты вы. Значит, вы не достучались до людей. Потому что если есть люди, есть определенная статистика. Значит, вы не нашли подход, значит, вы не нашли мотивацию, значит, вы не подняли тот пунктик, да, пунктик того, что желание, да, у человека можно всегда найти, можно пообщаться, можно, опять же-таки, начать, опять-таки, с вышивания крестиком, а дойти, опять же-таки, до целей, да. Вот этот вот момент, как бы, очень важен. И вот для меня, например, критерии ключевого консультанта очень просты. Ключевой консультант – это тот человек, который ежедневно рекрутирует, второй никогда не ноет, да, ой, коробочка помялась, ой, это что-то мне, это вот еще что-то, так вот не причитает вот эти, потому что он станет и менеджером, и директором, и так далее будет расти, и он дальше будет также причитать, и портить, и заражать всех просто своим вирусом, да, как я называю, вирусы, да, человек, который шмыгает, да. Но если человек заболел, вы, наверное, стараетесь от него подальше отойти, правильно, чтобы самому не заразиться. Поэтому еще раз, первое – это тот, кто ежедневно рекрутирует, второе – кто позитивен, и третье – кто участвует в росте структуры, в командном духе. Это вебинары, не отлунивает и не ищет там причина, что-то там. Даже если человек не может выступать, ну не может он, не может говорить, ради бога, дайте, ну он хочет помочь команде, дайте ему какое-то дело, которое посильное ему, да, если это оффлайн, да, в реальной жизни, да, то есть встречать гостей, провожать гостей, надувать шарики. В интернете это, например, дайте ему группу, чтобы он размещал статусы, посты, видео, какие-то отрабатывать, либо научите его, ну, то есть легкое, но что он не говорящий, но он трудяга, и он хочет помочь команде. Вы понимаете, о чем я, правильно? Давайте. Дальше, система работы, это мой любимый пункт. Здесь важно, давайте вот сейчас вот пробежимся и подумаем, какая у нас, как, насколько у нас на данный момент в командах система, да, вот давайте оцените по 10-бальной шкале, какая у вас сейчас, как вы оцениваете свою систему рекрутирования, потому что если нету системы, то это может быть у вас, да, быстрый результат директор, но вы упадете, и не будет роста, а за вами-то идут люди, за вами идут люди, вы просто обязаны, не просто стать директором, а как минимум вырастить двух людей. Вы же, зачем, зачем тогда суть вашего бизнеса, если вы хотя бы двух людей не вырастили на уровень директора? Поэтому система рекрутирования, оцените, пожалуйста, система рекрутирования, это онлайн, оффлайн, неважно, мастер-классы проводите, раздаете буклеты, листовки, может человеку некомфортно работать онлайн, наоборот, человеку в реальной живую лучше общаться, и у меня есть такие лидеры, кто пришел через интернет, но работает вживую, потому что он сразу пообщался, увидел, похихикал, тут же у него рекрутинг идет, и группы строятся очень быстро, потому что это проще, да, система рекрутирования такая, которая дает результат. Если этот метод рекрутирования у вас не работает на протяжении 30 дней, а только так можно понять, что действительно вы отработали этот метод, ищите новый, ищите новый, смотрите, немножечко обучайтесь, но главное, чтобы это было в системе, не так, ой, попробовали один раз, визитки раздали, там, или еще что-то, буклеты, говорят, ой, ничего нет, не работает. А если вы каждый день в течение хотя бы... ...каталогу будете раздавать, 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 согласно там часам, да, 4 часа в день у вас обязательно получится, главное должно быть все в системе. Следующее, система сопровождения новичка. Ой, давайте сейчас пробежимся, потому что я более подробнее, да, расскажу об этих системах. Так, система рекрутирования, онлайн, оффлайн, то есть ты рассказала, дальше, система сопровождения новичка. Давайте оценим, вот сейчас вот я пробегусь по пунктам, вы ее оцените у себя. Что такое? 5 контактов новичков в течение 21 дня. Это, понимаете, это святое в Арифлейн. Это есть у нас в Кнуке, да, что такое 5 контактов с новичком? Скажите, плюсик, напишите, если я буду рассказывать, минус мне не рассказывать, то есть вы знаете, плюс рассказать, минус не надо. Потому что для вас это может быть важно, для кого-то это может быть не важно, и так понятно, плюсик. Больше плюсик. Итак, давайте подумаем, если мы работаем онлайн, например, да, 5 контактов. Первый контакт, я считаю, всегда это регистрация и оформление заказа. Если заказа нету, значит, мы с вами неотвратим. Работали пункт 1. Общаемся, показываем видео, рассказываем обзоры каталога, спрашиваем, чем пользовался человек, тушь в одну, пять в одном, там еще, просьбу знали, обвел у нас такой прекрасный аппарат и так далее. Пока мы не сделали заказ, это первый контакт. Я не люблю перепись населения, мне важно, чтобы люди приходили заказами и попробовали продукцию, или хотя бы, чтобы каталог пришел. Меня слышно? Так, давайте, отлично, я немножко помолчу, чтобы развис. Окей, есть? Хорошо, вроде бы получше стало. Дальше, второй контакт, вы отправили человека в офис. Ваша задача позвонить этому, узнать, позвонил ли человек в офис, узнал, где ему можно забрать заказ, узнал, как оплатить этот заказ, то есть, да, и просто второй контакт, это знакомство с человеком. Поближе узнайте своего человека, да, поухаживайте за вашим человеком. Потому что у меня, например, есть консультанты, которые, ну, у меня, например, уже более 12 лет, которые потребители, которым нравится продавать, но они не хотят ей делать бизнес. Взять, например, Наталью Фомичеву, я вот как-то недавно посчитала, да, но у меня 12 лет, мы с ней созваниваемся раз в, ну, каталог в 2 недели, и вот сейчас даже могу показать телефон, да, ну, не важно, кто мне звонил, Наталья, ну, здесь, ладно, Наталья, поверьте на слово, Наталья Фомичева, да, но этот человек, но этот человек, женщина в возрасте, там, около 60 лет, она каждый каталог делает в среднем заказе 150-200 баллов, 250. Как-то я посчитала, она у меня в среднем на 6-9% все время. Ну, вот она именно продавец. Простите, я посчитала, что за эти 12 лет ее продажи, ну, доход, да, с тем, как я работала, сопровождение, да, 170 тысяч рублей мне принес. Один человек, подумайте, один человек порядка вам 100 тысяч может за 10 лет принести, если вы правильно с ним работаете, если вы грамотно сопровождаете, если помимо бизнеса у вас еще дополнительно какое-то общение с этим человеком. Задумайтесь об этом. Итак, первый контакт у нас был заказ, второй заказ – это контакты с СПО и личное общение. Третий контакт – человек у вас пошел в офис, забрал ли он заказ. Как он начал использовать эту продукцию, да, понравилась ему продукция, не понравилась. Как он раскатал эти шариковые румяна, сглотнул или… То есть, ну, очень много, очень много всяких вот там скраб для ножек, замечательно у нас, как скраб для лица подходит. Или крем ему скатался, у него крем, на самом деле, просто первый пункт очищения неправильно выполнен. У него, ему не подошли тени, они скатываются, вместо этого нужно базу было нанести. Велос он купил, но ему не понравился. Спрашиваем, как продукт он этот применял, коктейли на молоке, на воде и вообще там до-после. То есть, мы узнаем это сопровождение, то есть, узнаем, если вы на этом моменте, на этом моменте… То есть, человек, например, забрал заказ, ему что-то не понравилось. Если мы здесь не узнаем обратную связь, то мы можем навсегда потерять человека. Либо он не разобрался, что ему не выгоден этот заказ, да, он посчитал, ему выгодно у кого-то в офисе, да, брать, или у кого-то у консультантов, нежели чем вот так вот заказывать. То есть, наша задача посмотреть, объяснить, ответить на все возражения. Если этот пункт у нас пропущен, то вы можете потерять, а можете на 10 лет оставить этого своего консультанта. Четвертый, то есть, первые три контакта – это у нас первая неделя каталога. Четвертый, четвертый – это вторая неделя каталога. Здесь нужно спросить, намекнуть ему, скажи, а что ты присмотрел себе в следующем каталоге, что тебе понравилось, дать какие-то там видео, чтобы он посмотрел, ознакомился с новым каталогом. У нас обзоров вообще очень много, да, в компании «Рифлейн». Дальше, и нужно спросить, намекнуть, да, скажи, а ты уже кому-то показал каталог? А мама у тебя рядом живет? А ты где-то работаешь, а не сложно тебе с собой в сумочку взять каталог, показать на работе? А кто тебе с подружек к тебе в гости приходит? То есть, вы список знакомых потихонечку у человека узнаете, да, тем самым это будет потом еще полезно для вашего бизнеса. И пятый контакт – это третья неделя каталога, когда у нас новичок квалифицируется, закрытие, то есть, мы уже смотрим, рассказываем еще, ну, каждый раз мы еще об акциях рассказываем. И, конечно же, если вы строите ваш бизнес методом построения один по другим, вы каждый раз оповещаете, сколько людей у этого новичка. Даже если он будет дисконтный потребитель, вы ему всегда, каждый раз, можете предложить разобраться в этом бизнесе, как рекрутировать. Итак, все понятно. Итак, первый контакт новичка – это размещение заказа, ну, как регистрация размещения заказа. Второй – это человек пошел в СПО. Третье – забрал из этого СПО заказ, да, узнали, что. Следующий – кому показал, и какой у нас будет новый каталог, какой заказик, какому формируем. И пятый – это квалификация новичка, 100 бонус баллов, то есть, это третья неделя. Все, разобрались? Напишите пункты, что плюсики, что мы закрыли эту тему. Закрываем, да, тему? Дальше. У нас есть созвон, мы можем созваниваться по телефону скайпа, сопровождение новичка, либо вживую увидеться. Рассылка, смс, письма, скайп-чаты, общение в соцсетях, группы в соцсетях, группу скоренного роста, где идет сопровождение новичка. Ну и понятно, то есть, ну вот мне важно, самое главное здесь в приоритете – это пять контактов с новичком. Можно о возвышенном говорить, но если этого с плотного сопровождения нет, мы новичка можем потерять с вами. И вот у нас будет так, что пришло, то ушло, пришло, ушло. Решетон не надо делать, нужно четко знать, зачем вам новичок. Поэтому, если ваши новички потом вам не отвечают по каким-то причинам, вопрос, как вы с ними говорили. Если люди переходят к теме Арифлэм, хорошо, тут же начните обратно про крестики, нолики, если у вас домашние животные, у меня кот, который постоянно где-то бегает, орет или еще что-то. Интересно человеку про детей, значит, про детей. Интересно он там что-то там делает, творчество. Назовите к нему в группы, которые у него есть, да, посмотрите, что интересует. Ну и поболтайте на эту тему. А и обратно потом к своим баранам, да. Вот, скажи, оцените, пожалуйста, сейчас систему сопровождения новичков у вас. Если 10 баллов у вас, вот идеально, вот прям 10 баллов поставьте, вот как вы видите картинку. И что на данном этапе у вас происходит? Вы лично и у вашей команды в целом. Хорошо, я вижу, я вижу ваши оценочки. Смотрите, у нас 500 человек, пожалуйста, оцените. Не стесняйтесь, если на данный момент сегодня у вас там и один, и два, значит, вы понимаете, есть к чему вам расти. В каком пункте надо вас повысить. Хорошо, отлично. Следующее. Система работы с потребителями. Ребята, у нас 95%, даже можно сказать, даже 98% это дисконтные потребители. Ребята, как вы с ними работаете? Что вы делаете для того, чтобы у них увеличился заказ, да? Поставьте себе цель и пообщаться с человеком так, чтобы у него заказ был не на 30 баллов, а на 40. Не на 40, а на 80. Не на 100, а на 150. Что вы ему расскажете? Какую-то фишечку, какой-то продуктик. Поработайте с ним как с клиентом, прежде всего. Расскажите, что вам нравится. Расскажите об акциях. У вас баллы лояльности. У тебя там еще что-то. Ты участвуешь в этом, в этом, в этом. У кого-то картинки нет? Следующее направление – это система работы, продвижения продукции, в том числе работа с категорией «Wellness». Что здесь, какое направление я сделала? Во-первых, это YouTube. Если я не могу, ну, я со всеми одновременно не могу пообщаться, у меня физически времени не хватит. Поэтому я создаю YouTube-ролики о продукции. Если бы кто-то это делал за меня, я была бы очень рада, и я бы это не делала. В принципе, когда мне очень некогда, я использую видеоролики других лидеров, да, и просто-напросто, вот, например, с Украины проводят видеообзор новинок. Ну, нет у меня столько новинок, у меня нет офиса, да, поэтому прекрасный видеообзор я всегда даю своим новичкам посмотреть. Ну, и еще свой видеообзор, которым рассказываю, что мне нравится, что я купила, да, тем самым всегда будет продвижение продукции, увеличение заказа. То есть, например, я создаю видеозапуск нового каталога, новый видеообзор. У нас есть проекты «Велмосклуб» и «Золушка Перезагрузка». Я уже даже не знаю, сколько ему лет, там, два или три года, тем не менее, люди все время идут, узнают оттуда что-то новое. Хотя этот проект был давно запущен, там серия идет писем. Если взять вебинары, которые, какие у нас проходят, один раз в неделю, первая неделя, это итоги каталога. Когда по итогам каталога у нас новое звание, и каждый лидер, который рассказывает свою историю, обязательно рассказывает о пяти моих любимых продуктах, которые у меня есть, которые мне нравятся в следующем каталоге, который будет представлен. Да, тем самым, своими словами, они всегда продвигают продукцию. Дальше у нас на второй неделе каталога во вторник у нас проходит «Академия волос», и на третьей неделе у нас идет «Академия красоты», где какой-то блок рассказан, уход за волосами, что-то там за ногтями, актуальное там, уход за лицом. Плюс, что у нас в следующем каталоге интересно. То есть от компании у нас идут прекрасные инструменты, запуск каталога, да, что актуально, уже подготовленная тема есть, бери оттуда и рассказывай, все очень просто. Все берите у компании, она нам все инструменты, она представляет. Дальше. Система работы. Так, давайте оценим пункт, вернемся. Оценим пункт, как у вас проходит система продвижения продукции, в том числе работа с категорией «Велнос». Как по 10-бальной шкале вы себя оцениваете, вашу команду, потому что здесь у нас присутствуют лидеры, директора. Оцените, пожалуйста, как у вас, как вы оцениваете. 10 баллов – это идеал. Где, над чем поработать. Молодцы, большое спасибо, что вы делаете оценки. Ваш бизнес начинается с вас, и то, что ваша команда, может быть, у ваших вышестоящих лидеров все замечательно работает, но как вы, директор или менеджер, коммуницируете вашу систему дальше-ниже, как ваша система, как работа вышестоящего лидера работает дальше, да, то есть вот это важно знать, чтобы ваши люди, ваша команда знали о том, что у вас такая замечательная система, то здесь нужно вот это вот понимать, глобальность этого. Так, система работы, система обучения ключевых консультантов, менеджеров и лидеров. Если мы сначала, первая часть, это у нас были новички и дисконтные потребители, здесь у нас ключевые консультанты, менеджеры и лидеры. Для этого у нас есть коопчаты, проходят вебинары, планерки. У нас потрясающая команда менеджеров и директоров, которые ведут возможности рефлейн 3 раза в неделю в разное время. И у нас есть группа ускоренного роста. Это тот же самый клуб, да, только больше на онлайн немножко переведен, да, и этот цикл тематических вебинаров по очереди, чтобы могли выступать со всеми темами команды. То есть, например, у нас там 10 директорских команд, да, и каждая команда просто-напросто по очереди ведет этот цикл, чтобы пройти весь цикл тематических вебинаров, самому разобраться в каждой теме. И также, может быть, одна и та же тема, но каждый лидером, каждой директорской командой она будет совершенно по-другому преподнесена, да. И, может быть, вы 10 раз говорили одну и ту же фразу, а в 11-й раз сказал другой человек, и у вашего новичка или ключевого... Точно! Я в первый раз об этом услышала, жетон провалился, поэтому важно, чтобы здесь менялись. Скажите, вот как вы оцениваете свою систему обучения ключевых консультантов, менеджеров и директоров? Напишите. Как вы оцениваете? Вот где вам нужно поработать? Оцените, пожалуйста, себя. То есть, мы сейчас еще обратно вернемся, что у нас есть 5 систем, да, направления. Так, я сейчас посмотрю, минутку, чтобы обратно слайдик я верну. Так, так. Вот посмотрите, сейчас, да, система рекрутирования, система сопровождения новичка, система работы с потребителями, система продвижения продукции Wellness, система обучения ключевых, ну, то есть 5, да. Вот посмотрите сейчас, да, и подумайте, подумайте, выберите одну систему, где вам именно в следующем каталоге нужно поработать. На чем сделать фокус? Самое слабое звено. Потом следующий каталог, вы можете взять другую систему поработать, улучшить ее, да, качество. Вот. Подумайте, посмотрите. А если в целом, да, если в целом, да, посмотреть, насколько вы вообще оцениваете систему работы в вашей команде, не в вашей команде вышестоящего лидера, а в вашей команде, начиная вы директор, либо лидер-менеджер, и дальше, да. Потому что будет замечательная система, но ходят ли ваши консультанты, знают ли то, что классная система рекрутирования и так далее, да. Вот это вот надо глобально подумать об этом. Это очень глобальный вопрос. Так. И пятый пункт, главный, да, главный. Мой сейчас результат на данный момент – это результат всей моей команды. Потому что большую часть работы, которую когда-то я на себя брала, делает команда. Ребята, я сейчас уезжала, у меня был вопрос важный, да, нам дали квартиру в Краснодаре, у меня муж военный, вот я на недельку ездила. У меня за это время в моей персональной группе, которую я вообще не сопровождала, то есть с новичка, у меня вырос новый менеджер 12%. Я вообще с ней в течение каталога не общалась, но она запущена на все системы вебинаров. Она во всех чатах, то есть команда ее обучала, меня там не было. То есть вот этот результат, ее, моей первой группы, это абсолютно заслуга команды, потому что она была, не только вышла, даже, не знаю, на 9% она не выходила, в прошлом каталоге на 6% была. 9-12% – это заслуга команды, не моя. Вот этот важный ключ, вот этот важный, понимать, да. Дальше. Здесь должна быть общая система обучения вебинаров, мероприятий. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то любит проводить, не проводить, но здесь надо понимать, если вы объединитесь, вы будете кулак. Вы все разные, вы все разные абсолютно, но каждый из вас может что-то делать. И вот это вот самое главное, вот этот вот кулак ваша команда. И надо делегировать прямо с самых маленьких первых шагов, да. Если у вас появился новичок, у вас лично, вы на это подписали новичка, дайте, делегируйте его своему ключевому, направьте регистрацию, объяснение, как провести заказ, пункт выдачи и так далее. Вы ей перевели, что нужно делать вашему новому ключевому, она это сделает. Ну, если что-то не получилось, она всегда вас просит. Но лучше вы сразу обучите новичков, и потом всех новичков своих отдаете ключевым, они регистрируют. Не вы, вы не тратите свое время, да. Объясните, как заходить на вебинар, даже, как проводить вебинар. Даже если у вас появляется новичок, вы сами уже не обучаете, как говорить на вебинаре. Вы всегда можете своему менеджеру попросить, там, Наташенька, пожалуйста, помоги моему новичку научиться выступать на вебинарах. Объясни ей, куда что нажимать. Пожалуйста, проверь с ней просто, чтобы звук был. Даже если у вас человек неговорящий, неговорящий, вы всегда можете делегировать ему. Наташенька, ты сейчас тут, пожалуйста, зайди в комнату. Леночка сейчас проверит микрофон. Да, посмотрите, что подскажите. Всегда можно найти, что делегировать. Важно понять, что вы можете делегировать. И помните правило. Все, что можно делегировать, делегируйте. Все. А в оставшееся время вы посмотрите свой график, можно еще что-то, чем-то глобальным заняться. Правильно? Каждый участник с уровня 9% вносит какой-то вклад в развитие команды. Я говорю, да, делегирование. И здесь важно, да, здесь важна 100% личная отдача каждого участника команды. Должна быть открытость, ответственность, передача опыта, креатива. Если вы нашли какое-то супер-видео, да поделитесь, вам что, жалко? Если вы поделитесь, то и ваш лидер поделится. Если вы придумали какой-то супер-шаблон, который работает, или диалог, который вот вау, или видео, ну поделитесь, потому что команда сделает то же самое. Если вы будете закрытыми, будет ли вам потом команда помогать? Как потом к вам будет команда относиться, если увидит, что вы не открываетесь, вы какие-то там вроде работаете, вы там учитесь, смотрите, работаете за чей-то счет, а сами никогда ничего не даете команде. Это приятно? Ребята, это приятно? Как вы будете относиться к этому человеку? Да? Ну, понятно, она же такая, да, ну ладно. Вы будете потом помогать ее новичкам? Вот это, ладно, вот это единство духа и страсть, это очень важно. И помните, что всегда в команде будет кризис, всегда какие-то разборки, кому-то что-то не нравится, кто-то что-то не хочет, это нормально, абсолютно нормально. Но здесь очень важно быстро решить эту ситуацию. Быстро поплакали, поругались, разбежались, но нужно понимать, если кулака не будет, вы не команда, ваш бизнес тут же рассыпется. У меня был такой пример, когда есть у меня лидер в Архангельске, Сокур Елена, она директор была, под ней директорская группа, они поругались, я не знаю, из каких-то пустяков, она даже сама толком не помнит, что произошло, но они не объединились. Что-то произошло, обиделись на друг друга, не было примирения, и они все устроились на основную работу, и эта структура упала до 6%. Просто какой-то конфликт, просто какая-то фигня. Они завелись, и все, и произошел взрыв, но никто не уступил, не было примирения. Помните, дорожите вашей семьей, помните, что ваша команда – это семья. Как часто вы ссоритесь со своим супругом, с мамой, можете, а, в клочья, там, Санта-Барбара, что-то произвели, он-то-то, он-то, перти, и-то-то, а-то, все, семейная, итальянская семейка. Но что происходит дальше? Вы что, разводитесь? Нет. Вы там, ой, да ну ладно, там, простили, делать, вы даже можете прощение попросить, но так вот, подойти к мужу, так вот, что там ущипнуть, и вы помирились. То есть, помните, ваша команда – это ваша семья, и развода не должно быть. Нужно найти способ примириться, и дальше жить. Но зато помните, чем больше у вас будет разрядка эмоций, там, а-а-а, косом перхит, натураль, но потом зато будет какой, как говорится, какой классный секс после ссоры, да, так и вот этот вот дальше, вот эту вашу энергию, ваш всплеск, ваши эмоции, потом… Продолжение следует...